Привет, друзья! Вы на канале Классика Орхидейного Жанра и сегодня у нас будет очень красивое видео. Сейчас на ваших экранах кадр, который решил все. Подробно о нем я расскажу в самом конце видео, а пока, друзья, знакомьтесь. Кросс без названия, а точнее со спорным названием. Покупала я его как кросс двух фаленопсисов природного Мании Блэк и Джиахос Пинк Кел. Как всегда, я расскажу вам всю историю развития этого фаленопсиса в моих домашних условиях, а также отвечу на ваши вопросы, касаемые азиатских сортовых фаленопсисов. Вы часто спрашиваете, что сделать подростками, которые только-только получены из покупок, пересаживать их, оставлять ли вам ху в зиму и прочие-прочие вопросы. Мы поговорим об этом чуть позже и я расскажу вам, как делаю я и как я порекомендую делать вам. Итак, друзья, как всегда, предыстория. Это растение, а точнее то растение, которое я видела на картинках в заказе, я хотела очень давно. Это была такая любовь с первого взгляда, как практически коренш сорбету. Растение стоило недешево и я всякий раз думала, брать, не брать. Почему сомневалась? Потому что, друзья, я не смогла найти ни одного образца цветения этого растения в домашних условиях. Все, что я могла видеть в интернете, это фотографии садовника. Конечно же, это меня не устраивало. Плюс ко всему, у растения даже не собственного названия, а только кросс-породителем. Что это значит? Неужели это растение никогда не цвело ни у кого дома? Почему нет фотографий? Почему нет видео на ютубе? Все это настораживало и не давало сделать заказ. И вот, друзья, как говорится, дело было вечером, делать было нечего. И я выбрала, я заказала себе это растение. Заказала его, как всегда, по картинке, предложенной организатором покупки. И сейчас вы сможете увидеть, что видела я, заказывая это растение для себя. И вот, друзья, вуаля, слева ребенок двух родителей, фотографии которых вы видите справа. Наверху Джаха Спингелл, снизу Мани и Блэк, слева их ребенок. Кросс Джаха Спингелл на Мани и Блэк. И вы видите, друзья, что ничего общего с тем растением, которое распустилось у меня, у этой фотографии нет. Была ли я расстроена, когда увидела в первый раз цветок этого растения, о котором мечтала, которое растило почти 9 месяцев с момента получения? Ведь получила я это растение 29 декабря 2020 года в размере 1,7 в Амху. Ну, справедливости ради, надо сказать, что растение было уже подрощено из 1,7 и практически походило на размер 2,5, но находилось по-прежнему в горшочке размером 1,7. Друзья, напоминаю, что 1,7, 2,5 это не размер растения. Это размер того силиконового стаканчика, в котором мы получаем это растение. Это размер горшочка в дюймах. А вы, друзья, все продолжаете смотреть на то, каким должно было распуститься это растение в домашнем уходе. И то, какое растение конкретно я полюбила. Вот такие насыщенные цвета, вот такие яркие расцветки. И везде, абсолютно везде я могла в интернете найти именно эти фотографии. Везде одинаковые. И это меня так вдохновляло и так расстроило, когда я увидела свое растение в распуске. Вы думаете, я сдалась? Вы думаете, я оставила все как есть? Нет, друзья. Я продолжила расследование. Я искала, я рыла интернет. Я пыталась сообразить и найти, что же за растение фактически у меня распустилось. Если это не тот кросс, который был заявлен, то какое тогда растение у меня? Я перелопатила весь интернет, все сайты с продажи растений. И нашла. Я нашла фотографию, но один в один своего растения. Ну вот, вот. И те же самые листья. И те же самые цветоносы. И точно такая форма бутонов. И точно такие цветы. И что же я увидела за название? Я увидела, что это бронзмейден Шилериана на Мании Блэк Индия. Вот такой вариант цветения. Вот такое, возможно, Шилериана на Мании Блэк. Друзья, могла ли я поверить этому? Нет, не могла. А почему? А вот потому. Взгляните на свои экраны. Потому что в моем представлении бронзмейден выглядит вот так. Именно вот так он цветет. Именно так он свел. У меня именно вот таким было это растение. А что же тогда вон то, если вот на этой бирке написано Шилериана на Мании Блэк? А что тогда то? А то, друзья, варианты цветения. Вы представляете, сколько их много этих вариантов? И вот они вот такие вот все разные. И вот у меня тоже вариант цветения Шилерианы на Мании Блэк. И вот так в перспективе может зацвести мое растение, когда станет взрослым, сильным, крепким и большим. Вот таким каскадом, вот таким миллионом цветов. Вот, друзья, мы планомерно подходим к тому вопросу, который мучает многих. И когда мы заказываем растения посевные, мы совершенно даже не можем предполагать, в кого удастся наш ребенок. В маму, в папу, а то и в бабушку, в дедушку. Каким он вырастет и каким это растение распустится. И вот, друзья, вот мой сюрприз. И с вот таким распустится мое растение когда-нибудь. Может быть, в бабушку, может быть, в дедушку, в тетю, в дядю. А пока мы видим то, что мы видим. Мое растение выросло за 9 месяцев, дало 2 цветоноса. Жило все это время, теплое время года на балконе. Видела дождь, видела туман, видела утреннюю росу. Все на него стекало, все на него лилось, ничего с ним не стряслось. Ничего с ним не стряслось, а даже распустилось. И вот в августе 2021 года я могла наблюдать распуск первого цветка на первом цветоносе из двух этого великолепного растения. Друзья, я практически рыдала, когда увидела это. Цветочек был настолько маленьким, настолько страшненьким, настолько неказистеньким, настолько неудачненьким, что я не знала плакать или смеяться. По сравнению с листовой массой этого растения, по сравнению с его корневой системой, которая была просто могучая. Могучего эти цветочки, ну просто были несоизмеримы. Размер их был около 4,5-5 сантиметров. Они были далеко расположены друг от друга. И все это так смотрелось просто... Я не знаю, я не могу подобрать слова, но тогда мне казалось, что это просто разочарование. Разочарование года, разочарование всей моей орха жизни. Это было ужасно. Вот пока, друзья, перед вами кадры листовой массы этого растения. Вы можете взглянуть, посмотреть, как интересно развивается листовая масса у природных фаленопсисов. Ведь розетка у этого растения один в один, как у природного фаленопсиса Мании Блэк. У этих природных вариантов могут расти сразу по 3 листа. Вот это растение сейчас одновременно, в одновременном росте имеет 3 молодых листа. И это удивительно. Сразу растить одновременно 3 листа. При этом сейчас розетка уже очень мощная, очень большая. И все это за 9 месяцев. А уж корней! Корней у этого растения полный горшок. При этом в этом же горшке растут растения-симбионты, которые тоже помогают ему пить. И все это развивается просто какими-то стахановскими темпами. Очень быстро, очень здорово и великолепно. Все прекрасно! Если бы не эти цветы! А пока мы еще смотрим на эту листовую массу, хочу отметить вот такой светлый, светло-салатовый цвет листвы. Как у природных фаленопсисов, они должны быть в принципе тонкие, но они такие мощные. Они такие, как натянутая поверхность барабана. Очень прочные, очень толстые. И посмотрите, несмотря на то, что растение цветет, у него все в полном росте. И листья 3 сразу, и корни. Поэтому растение находится в самой верхней стадии активности. И вот, друзья, апофеоз. Цветы подросли в размере. Они приняли свою правильную форму, они изогнули свои петалии и сипалии, и в конечном итоге стали смотреться вот так. Посмотрите, этот вариант, конечно же, уже интереснее. Цветов распускается все больше и больше. Два цветоноса достаточно привлекательны. Цвет стал более ярко-желтым. На нем, конечно же, есть вот такие незамысловатые карабинки. И вот снова обращаем внимание на кадры этого растения в лучах утренней зари. То есть в лучах такого красного, красивого солнца. А вот, друзья, кадры сегодняшнего дня. Сегодня у нас солнечно, и мне все просят рассказать о переходе или переводе фаленопсисов на осеннее содержание. На что я отвечаю, что, друзья, во Владивостоке еще лето. Очень жаркий сегодня был день. Очень солнечный. Очень красивый, яркий. Совершенно голубое. Просто сказочно волшебное. Небо, ни одного облачка на нем нет. Просто лазурная синь. И вот, друзья, пока вы будете наблюдать цветение в полном распуске фаленопсиса, неизвестно кого, но точно на Мании Блэк, я буду вам рассказывать, что делала я, когда получила это растение зимой 2020 года. И что рекомендую делать вам после получения, если вы только сейчас получаете подростка в размере 1,7, в размере 2,5 и не знаете, точнее сомневаетесь, стоит их пересаживать в зиму из омха или стоит в нем оставить. Итак, друзья, будем разбираться. В силу своей былой занятости и огромного количества работы, раньше я допускала разные варианты развития событий. То есть у меня есть несколько растений, которые остались во мху и находятся в нем уже более года, а есть те растения, которые были сразу пересажены в день получения. Какие растения развиваются лучше? В моем случае прекрасно развиваются и те, и другие. И единственное, что у тех, у растений, у которых корневая система во мху, корни стремительно пытаются покинуть эти посадки. Почему? Потому что во мху корням дышать гораздо сложнее, чем в более воздухопроницаемых посадках. Но, если опыта выращивания таких малышей у вас еще нет, а впереди зима, и я не знаю, какие конкретно условия созданы у вас дома для выращивания таких малышей, я порекомендую вам сделать следующее. Вытащите свое растение из того силиконового стаканчика, в котором оно приходит из закупки. Этот стаканчик для выращивания нам не подходит. Аккуратно нажмите на отверстие, которое внизу стакана, и выдавите из него мох вместе с корневой системой, абсолютно не травмируя ничего. Затем возьмите бутылку или же 9 стаканчик, или любую другую прозрачную емкость, и сделайте в нем огромное количество вентиляционных отверстий, как вы видите на своих экранах. У меня это обычная прозрачная бутылка из-под какого-то напитка. В нем проделано множество отверстий, и вот уже в эту обрезанную бутылку я помещаю свое растение. И все. Друзья, я не добавляю никакой мох и никакой субстрат. Просто вот в таком виде помещаю. У меня на дне морские камушки. У вас это может быть керамзит, может быть что угодно. Вот так поставила и оставила. Ничего больше не делаю, никакого субстрата больше не добавляю. Что я этим добиваюсь? Все пустоты в этом прозрачном стакане, в этой обрезанной бутылке в дальнейшем займут корни. Корням будет чем дышать через вентиляционные отверстия, корням будет куда расти. И вот так за год это растение полностью забило эту прозрачную обрезанную бутылку. Там где-то внутри есть мох. Размер растения при получении, точнее размер горшочка был 1,7. А теперь это одни сплошные корни в бутылке. Посмотрите, корни не выходят из отверстий. Им там совершенно нравится. Они совершенно довольны. Это такой необыкновенно огромный объем корней. Это растение я вам покажу в ближайших выпусках. Осталось открыться всего двум бутонам. И я расскажу вам обо всем об этом подробнее. А теперь, друзья, о времени пересадки таких малышей в постоянные системы выращивания. Итак, друзья, в какое время года можно пересаживать таких малышей? Если в ваших домашних условиях созданы все благоприятные для выращивания фаленопсиса условия, то пересаживать можно в любое время года, независимо от сезона за окном. Что это за условия, вы все уже знаете. Если вдруг вы в первый раз на этом канале, пройдите в плейлист фаленопсиса «Вопросы по уходу», и там вы сможете узнать все условия, которые нужны для выращивания здоровых, крепких и красивых растений у себя дома. Эти условия, обязательные условия, это длинный световой день, не меньше 12-14 часов для фаленопсисов, а для других более светолюбивых растений от 14 до 16 часов, это благоприятные температуры в дневное время 20-25 градусов, в ночное время до 15, вернее от 15 градусов до 20, а также так необходимый каждому фаленопсису воздухообмен или движение воздуха вокруг него, это вы можете достичь с помощью кондиционера, вентилятора или просто открытого на микровентиляцию окна. В моем случае, друзья, вы видите, что дверь настиж открыта, растение полностью находится на солнце и полностью находится на свежем воздухе, то есть без всякого притенения его освещают прямые солнечные лучи, и да, это растение ароматное. Сегодня у меня спрашивали, как далеко чувствуется его аромат, и я хочу сказать вам, что далеко этот аромат не чувствуется, но вот если принюхаться ближе прямо к колонке растения, то, конечно, очень тонкий и нежный аромат этого растения можно почувствовать. Что, друзья, по поводу ухода? Я, конечно же, догадываюсь, что не у многих есть этот сорт, но, как обычно случается, может быть, многие захотят приобрести этот сорт после того, как просмотрят это видео. И что я хочу сказать по поводу ухода? Это растение очень сильно цветолюбивое, вот прям находится на прямых солнечных лучах, и ничего с ним не происходит. У меня растение не обгорает, хотя оно с детских лет, так сказать, с младых ногтей к солнцу приучено. И еще это растение относится к очень сильно обильно пьющим, вот таким же обильно пьющим, как шилериана. То есть все те, у кого есть в предках природные фаленопсисы, очень много пьют. И поэтому эти растения, корни этих растений, ни в коем случае не подлежат просушкам, пересушкам и прочим вариантам водного голодания. Для полноты картины расскажу, как посажено мое растение. Это, как всегда, прозрачный пластиковый горшок с огромным количеством вентиляционных отверстий. Конечно же, в этом горшке есть фитиль, который позволит нам уехать в случае необходимости. Растение посажено в кору. Это средние и мелкие куски коры. Это обязательно резанный живой мох. Мох обычный из сквера городской. Это, конечно же, обязательная добавка к субстрату кремневид. И сверху посадки тоже уложен живой зеленый мох, в котором проросли растения, которые живут сейчас вместе с этим кроссом в одной посадке. И прекрасно развиваются и даже цветут. И еще один вопрос из комментариев. Сейчас во многих регионах России становится уже холодно. И зрители спрашивают, до каких температур можно держать растения на открытых балконах и на застекленных. Во всяком случае, при каких температурах это делаю я. Так вот, друзья, из опыта прошлых лет могу сказать, что растение прекрасно переносит температуры до плюс 15 градусов, если потом в дневное время эти температуры повышаются. То есть, если у растения есть возможность отогреться днем, тогда такие перепады температур для растения не страшны. То есть, если днем у вас больше, выше 20 градусов, 20, 25, 27, 28, а ночью опускается температура до плюс 15, ничего страшного в этом нет. Наоборот, растение будет крепче, будет здоровее, у него усилится или поднимется иммунитет. И напротив, постоянные длительные температуры в размере 15-18 градусов для растения нежелательны. Желательно, чтобы в дневное время температура все же была выше 20 градусов Цельсия. А вообще, всем известно, что фаленопсисы это растения умеренных и теплых температур. То есть, им необходимы самые лучшие дневные температуры 25-28 градусов Цельсия, а ночные температуры от 16 до 20 градусов. Это оптимальные варианты развития для растений. Это его оптимальные температуры. И вот, друзья, я буду переходить к заключительной части. Она будет не очень короткой, точнее, не такой короткой, как обычно. Я расскажу вам, как в один момент изменилось мое мнение и мое отношение к данному фаленопсису. Было это так. Как-то раз проснулась я прям в 5 утра. Утренняя заря, красное утреннее солнце освещает мою орхидейную территорию. И я вижу, как эти первые лучи солнца, красные лучи солнца, озаряют мой природный в прошлом, в далеком прошлом фаленопсис. И я понимаю, что это просто неземное растение. Может быть, помните, был фильм «Аватар». И вот в нем все светилось вот такими интересными, сказочными, точнее, неземными красками. И в этом случае все было именно так. Каждый распустившийся цветочек напоминал мне отдельный фонарик. Вот будто бы изнутри каждого цветка светилась неведомая лампочка. Это все переливалось, сияло и просто завораживало взгляд. Я боялась пропустить момент. Конечно же, первым делом, что я сделала, я схватила телефон для того, чтобы успеть запечатлеть вот эту красоту. Ведь если солнце сдвинулось бы чуть-чуть, то все это в момент бы исчезло. А так, друзья, вы сейчас вместе со мной можете это пронаблюдать. Вы посмотрите на это. Это просто, просто что-то не то, что чудесное, не то, что момент чуда, не то, что момент чего-то неземного, а точнее инопланетного, вот передать словами, это невозможно. Каждый цветок светился. Он светился неведомым, вот вы посмотрите, неведомым светом изнутри. Как это возможно? Как это случилось? И как я поймала этот момент, этот кадр. Кадр, который изменил все. Кадр, который меня влюбил в это растение. Вы посмотрите, друзья. Это что-то неземное. И теперь всякий раз, когда я смотрю на это растение, вне зависимости от того, как оно смотрится в конкретном моменте, я вспоминаю именно вот эту картину. Друзья, но ведь красивее этого вообще сложно что-либо представить. Вы посмотрите. Это такой неоново, оранжево-розовый. Цвет это... Ну, я не знаю, друзья, ну что это, как это описать, какие слова найти, чтобы описать все это восхищение, все это воодушевление. Это, если возможно, на земле момент чуда, момент какого-то божественного сияния, то это был именно такой момент. Я в тот момент боялась даже дышать. Мне казалось, что если я вдохну глубже, то этот момент исчезнет. И вот вы сейчас сможете видеть, как действительно уходит постепенно солнце. из каждого лепестка, как сначала светится меньше один цветочек, затем второй, затем третий, и скоро вот это вот сияние исчезнет. Исчезнет момент чуда. Тем не менее, друзья, мы смогли на это полюбоваться. Мы смогли уловить этот момент. И вы со мной смогли всем этим насладиться, друзья. Пять утра во Владивостоке. Даже травка нежится в лучах такого прекрасного владивостокского солнца. И на этом моменте, друзья, я буду завершать свой сегодняшний рассказ. И хочу попросить вас. Если вам понравилось это видео, если вы захотите вернуться на канал вновь, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх под видео. Подпишитесь на канал, если раньше вы этого не сделали. Жмите на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе нового видео. И оставайтесь со мной, ведь впереди у нас много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok